Музыка Самым знаковым событием культурной жизни страны в 2010 году стал юбилей народного артиста СССР Олега Табакова. Огромное количество людей спешат в Московский художественный театр имени Чехова, где правит сам юбиляр. Все готово к грандиозному действу. Пора начинать. Люди забыли 90-е годы. Нынче у власти иная порода. Прошлым осталась Москва криминальная. И расцветает Москва театральная. Мир так жесток, и в нем свои законы. Москва уже давно поделена на зоны. На доли, на участки, на сферы влияния. Здесь, на театре, можно сделать состояние. Все, кому не лень, лезут в этот бизнес. Если ловишь тему, тебе не страшен кризис. Литовые шоу, антрепризные тусовки. И, конечно, мы крупные группировки. Главные фигуры в деле дольше всех. Нам доход приносит качественный смех. Приходишь, плакаешь, садишься и смеешься. Если касте сквозь митинг прорвешься. Он был очень важен. Все цвел он и цвел. В советской душе расцветал комсомол. Но кто мог мечтать о финале таком? Завял комсомол, но зацвел наш линком. Он это делал от начала до конца. Все на театре знали моего отца. И я продолжаю то, что начал он. Семейное дело сатеря кон. Лучшие шоу первого ранга. Спросите любого. Все знают вахтанга. Все знают вахтанга. Все любят вахтанга. Драмы, комедии первого ранга. Все уважают и все подтвердят. Самый древнейший клан это МХАТ. Там у руля есть свой Аль Капоне. Он с театралов умеет стричь купоны. Делает деньги, рубит капусту. Главный источник дохода искусства. И табаков этим очень гордится. Эль Капоне, надо делиться. Очень большой откусил ты кусок. Слишком большой, понимаешь, браток. Слышишь, Олег, делиться надо с нами, зрителям. А лучше сразу деньгами. А в остальном мы тебя уважаем. Счастья, успеха, удачи желаем. Дети тобой будут очень гордиться. Только запомни, надо делиться. Ах, как умеет делать дело табаков На зависть всех других столичных худруков. От табаков, от всей Москвы Желаем счастья, уважения от братвы. Держи пока, держи. Дело в том, посчитайте пока. 43 года назад случайно я встретил Олега Павловича на улице и похвалился, что я с партнером тогда вот так приоткрылся железный занавес и мы поехали обслуживать ограниченный контингент советских евреев в Канаду. И я хвалился. Лелик вздохнул, вынул визитку, вот она у меня, и написал, он тогда уже был знаком с некоторыми зарубежными режиссерами. «Дорогой Дэвид, это Шура Ширвиндт. Он известный артист, но приличный человек. Своди его, пожалуйста, в магазин для нищих». АПЛОДИСМЕНТЫ Лелик, ты тогда нас спас от голодной смерти, и мы решили здесь вот сейчас скинуться. Иди сюда. Отдай только, чтобы это самое все было честно. Не, Олега Павловича. Тут смешанная валюта. Ты видишь, что все честно? Ривас настоящую валюту дал белорусскую. Котик свое, Марк Анатольевич, доллары. А я, как всегда, в порядке. АПЛОДИСМЕНТЫ Был когда-то главный праздник День рождения Ильича. А теперь все отмечают День рождения Павловича. По традиции старинной начинают ритуал за два месяца в июне, чтоб никто не опоздал. И снимают передачи, накрываются столы, дружно пьют за Табакова. Все бодры и веселы. Плавно наступает август. Люд опять кричит. Налей! Это фаза настоящей. Календарный юбилей. Осень золотая Кружит телеграммы и цветы. Поздравляют юбиляра без особой суеты. Очень важно, чтоб Олега мог поздравить весь народ. В центр ставят Табакова, с песней водят хоровод. В октябре кому-то может показаться, что финал. Вроде как-то поутихло. Вроде город замолчал. Но не стоит обольщаться. Вы живете в тишине только потому, что Палыч покатился по стране. От Саратова до Бреста, от Сочей до Воркуты, речи, ордена, подарки, песни, тосты и тосты. Он вчера в Москву вернулся, отдохнул, поел, поспал. Он поездкой доволен, хотя видно, что устал. Олег Палыч, дорогой наш, ну еще один разок. Дайте, Боже, сил, здоровья. Потерпи еще чуток. Мы недолго, коротенько. Так, часа на полтора. Вот, кончается эпиграф. Табаков, Олег, ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогой мой, Ёлик, ну, понятно, что так к тебе не обращаются, но я нарочно говорю так, потому что с тех пор, как я тебя узнал и как ты появился, всю жизнь я тебя так называл и буду так называть. Ты для меня, каким ты был, таким ты и остался. Я желаю тебе сил и здоровья, потому что ты есть хранитель сегодня этого театра, которому я обязан и жизнью, и всеми радостями, и всем, что со мной случилось. Дай Бог тебе здоровья, сил и новых творческих побед. Жил, был Олег Табаков. Главы. Олег Табаков очень любил театр. А театр тогда был плохой и грустный, про Ленина и коммунизм. А он хотел про жизнь и про любовь. И подошел тогда к Олегу Табакову другой Олег и говорит человеческим голосом, пойдем, что покажу. и Табаков пошел. Он вообще доверчивый был. Приходят они, а там и правда другой театр, хороший и веселый, про любовь и про жизнь. И сказал Олег, все, буду теперь с вами жить. Возьмете? И тогда другой Олег сказал, возьмем, куда деваться, ты ведь наш современник. Дорогой, дорогой Олег Павлович, Олег, Лелик, нас жизнь как-то так развела и мы редко видимся теперь. Но каждый раз, когда мы видимся, и сразу вспоминается наша молодость. Она была и трудная, но очень, по-моему, счастливая и веселая. И ты был одним из самых-самых веселых, самых главных ее участников. Поэтому, знаешь, нами сразу овладевают не просто дружеские чувства, а, наверное, родственные чувства, которые уже не могут ни от чего измениться, ни от каких обстоятельств. Поэтому ты знай, что у тебя есть близкие родственники и всегда на нас надейся, мы всегда будем с тобой. Ты никогда так не был обнажен. Довольно откровенно, даже смело ты рассказал про деток и про жен, всех поразив одной деталью тела. Да, в твоей жизни были перетряски, ты раньше был голодным и худым, и нынче, сидя рядом с Станиславским, ты смотришься довольно молодым. Иных уж нет, а те далечи, но все-таки ответь нам, не молчи, когда со Станиславским была встреча? Где он от МХАТа дал тебе ключи? Ну, расскажи про ваши посиделки. Ты помнишь, как валяя дурака, однажды, облизав его тарелку, неверя услыхал от старика. Но ты опередил его систему, ты потянул два тятра за собой, и Константин Сергеевич и Ефремов уже не поспевают за тобой. Но ты устроил новую проверку и сделал гениальный шаг назад. Теперь курить все ходят в табакирку, но выпить возвращаются в МХАТе. Олег, паря под звездным небосводом, куда тебя аж с детства занесло, ты признанный любимый сын народа, держи покрепче чайку за крыло. Сегодня в дни побед часы признания, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь прозвание, чтобы не пришлось платить за перевес. Спасибо. Пришла осенье и пора, но ты очей и очарование. Прими всеобщее признание в любви. Ура! 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 Лилия Толмачева, Марина Ниелова, Валентин Гав, Игорь Кваша. Лёлик, Лёлик, эти цветы тебе, ребята, их тебе передадут. А вот раньше, когда нам с Женькой давали цветы, мы на утром на централе были, и после этого три дня можно было выпивать. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, вы знаете, я думаю, что к счастью, Олег Павлович человек, которому надо очень быть изобретательным человеком, чтобы что-то пожелать, потому что у него есть все. Он самый, артист самой счастливой судьбы, артист, сыгравший невероятное количество ролей, о которых артисты только мечтают всю жизнь. он невероятный руководитель, у него невероятное количество учеников, он счастливый отец, но действительно, не потому, что ему там 75, мы отмечаем, и жизнь длинная, и он многое успел. Многие за те же 75 лет ничего не успевают, или успевают совсем не столько, сколько хотели бы успеть, поэтому пожелать ему хочется только одного, бодрости и все, а все остальное у него есть. Я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил, про кино и не мечтаю, да каков мне в театр пригласил. Что было вчера, позабыть мне пора с завтрашнего дня, с завтрашнего дня, экстрасенсам и ментам, никому не узнать меня, а не узнать меня. Кто там? Стоять, стоять, стоять. Кто там? Это я, Михаил Пореченков. Себя принес и двух мальчиков. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Да никто! Свои! В какую погоду свои в доме сидят, телевизор смотрят. Только чужие шастают. Не будем дверь открывать. Ну как же, Олег Павлович, вы же сами говорили, Мишка, приходи работать ко мне в театр, мальчиков приводи. Да мало ли таких мальчиков. Стоп, 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 вы с ума сошли? Я из Замхата от трех проектов в кино отказался. У меня, может быть, сейчас на Тверской уже съемочный день идет. Да, небось, больших денег стоит. Так, подумай. Олег Павлович, мы же популярные артисты, можно сказать, пультовые. Да. В любой театр могли пойти, а пошли вот. Правильно, где платят больше. Ну сколько вас тут платят? Сколько? А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Не из милиции? Спокойно, спокойно. Олег Павлович, ну вы же понимаете, почему мы хотим работать в вашем театре? Потому что совместный труд для моей пользы. Он объединяет. Вы знаете, Олег Павлович, мы, конечно, вас уважаем, но если бы вы были... А если бы ты умнее был у меня, то давно бы делом занялся. Олег Павлович, ну прекратите, мы вот еду вам принесли. Ой, как хорошо, что вы пришли. Ну вот, совсем другое дело. Мы же знали, что вы великий человек, большой артист. Ну, можно сказать, что даже самый лучший артист на планете. Подумаешь, я еще и вышивать могу, и на машинке тоже. Олег Павлович, у нас для вас небольшая поздравительная песня. Песни я сам петь могу, только от них пользы нету. Олег Павлович, ну при чем здесь польза? Ну вот вы соберетесь на банке тысячу гостей за столы посадить, а тут мы и наш номер поздравительный. Вот опять расходы непродвижны. Ну, давайте ваши поздравительные. Олег Павлович, только сначала уговор, я на вашем юбилее пить не буду. Да, я тоже не буду. А то вы празднуете с августа и до Нового года, так и спится недолго. А я говорю, пей. Хорошо. Будем, только, знаете что, будем пить то, что пьете вы. Вы что будете пить? А я ничего не буду. А чего так? Я экономить буду. Ладно, на банкете разберемся. Песня. Кабы не было у нас Олега Табакова, Говорил бы кот матроскин голосом другого. Кабы не было у нас Олега Табакова, «Эй, это было бы, друзья, грустно и...» Ну и что это? Что это за народные творчества? Олег Павлович, это, видимо, случайность. Это первый какой-то сырой, не отредактированный... Сырой вред. Вот, отредактированный и утвержденный Первым каналом. Три-четыре. Сырой вреди Кабы не было у нас Олега Табакова, Говорил бы кот матроскин голосом другого. Зарезели бы тогда мужики и бабы. Кабы не было его... Кабы-кабы, Кабы не было его... Кабы-кабы, Кабы не было у нас Олега Табакова, И никогда бы не найти нам до такого, что матроски, Табаков, мы безумно рады и Ни других котов в мешках нам, друзья, не надо. Ни других котов в мешках нам, друзья, не надо. Я и так счастлива была, а теперь в два раза счастливее стану. Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Михаил Трухин. Олег Табаков очень любил своих артистов. Когда у него случалось настроение, он заходил в театр и кричал «Становись!». И артисты выстраивались в очередь, а он шел мимо них, каждому заглядывал в глаза с нежностью и приговаривал «Мой! Мой!». Некоторых даже по щеке трепал. А с улицы через окно за этим наблюдали чужие артисты и вздыхали. Просто им тоже ласки хотелось. А некоторые из них даже зайти просились. А если они были люди хорошие, то их Олег приглашал. Тогда они тоже становились в общий строй и были очень этим довольны. А Табаков шел и приговаривал «Мой! Мой! О! Приглашенный! Приглашенный! Мой! Мой! Приглашенный!». И порой казалось на чуть-чуть, на какую-то долю секунды, что приглашенных он любит даже больше, чем своих. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот уже почти полгода, как сыграл я Кочкарева в пьесе Гоголя «Женитьба». Хоть известно всем на свете, в МХТ у Табакова дофига своих актеров. Их куда девать не знают, плюс поставили «Женитьбу» в это время в «Табакерке». А сегодня наконец-то понял, что Золотовицкий пригласил меня специально, чтобы я на этой сцене Табакова поздравлял бесплатно. Я пришел сюда пораньше, прогулялся по театру и вдыхал его всей грудью. Но при этом я заметил, не везде у вас в театре нынче дышится, как раньше. Есть какой-то новый запах. Это, видно, завершилась знаменитая неделя чистоты с Мариной Голуб. Табакова Вы вышли из кулис, и сразу зал кричит вам бис. Закончили играть, и зритель писает опять. А какие только роли вы в картинах не сыграли, И герои, и злодеи, и красавца, и Кащея. Постепенно вы кусочки всех ролей в себя вобрали. И поэтому, конечно, есть у вас что-то от красавца, Есть у вас что-то от Кащея. А порой своих актеров вы пугали до иготы Уникальным сочетанием из Кремаса с Шелленбергом. И коммерческая жилка вас давно и сильно бьется. Хорошо, что вы когда-то при родной советской власти Не пошли в экономисты, Ведь тогда бы мы не жили, как сейчас, в капитализме, А, наверное, давно бы мучились при коммунизме. Высветила наши сцены, и кормила для театра, И кормила для актеров, и поила для актеров, И орала на актеров, и рубила правду матку, И сидела на прогонах, и летала за границу, И творила для искусства, и вообще, что только не творила. И напрасно вам когда-то говорили, успокойтесь, Ну зачем вам, где театры, попадете пальцем в небо? Но вы ткнули пальцем в небо и попали в звезды. И мы все любим вас, на вас мы положили глаз, Для вас потехи час, Поскольку мы без вас, как вы без нас, Трудитесь без помех, И пусть всегда вас ждет успех, А я дарю вам смех, Ведь взять с меня-то больше нечего, Нечего, нечего Юрий Стоянов Привет, Павлович, мы вас очень любим С города Адекистана Поздравляю вам с днем рождения Поздравляем! Happy birthday, dear old age Большое спасибо за ваши роли, на них я воспитывался, И очень многое понял. Люблю и уважаю вас, мастер! Мы приехали из Лас-Вегаса, чтобы поздравить вас с днем рождения! Олег Павлович, мы любим, вся Грузия вас любит, весь город Белесио! С днем рождения вас! Я вас люблю и уважаю! Олег Павлович, мы вас любим! Олег Тобаков, я тебя люблю! Олег Павлович, очень любил детей Своих и чужих Бывает, поймает у себя в театре какого-нибудь артиста И спрашивает, любишь ли ты детей так, как люблю их я А артист отвечает, люблю, Олег, люблю! Но только заводить их я стесняюсь А Тобаков говорит, хитро так А если я тебе денег дам? Тут артист отвечает, вот это другое дело Давай! Просто все так артисты устроены Что кроме детей, они еще очень деньги любят Жизнь такая Сколько сказок, что жизнь в театре Небогата и так трудна Заявляю, как дочь артиста Это полная ерунда Папа может, папа может Тратить зарплату На футбол и на рыбалку На конечко Папа может, папа может Жить как угодно Но денег на ребенка Да с Тобаков Но денег на ребенка Да с Тобаков У меня над моей кроватью Светлой рамочкой есть портрет Кто на нем, догадайтесь сами Вот подсказка, там папы нет Папа может, папа может быть недоволен Папа может рассердиться и поругать Просто мы решили с мамой, что в нашем доме Тобакова будем тоже Мы папы звать Тобакова будем тоже Мы папы звать Нет, мы папочку очень любим Он артист и еще музыкант Каждый день он играет роли Говорят, он большой талант Папа может, папа может Быть одеваний И каганец разбираться Быть и не быть Папа может, папа может Быть всем угодно Столько жалко Тобаковым Не может быть Столько жалко Тобаковым Не может быть Хор детской музыкальной хоровой школы имени Радченко Ну нифига себе Это что, все в кассу? Лариса Простите, пожалуйста Я знакомый там увидел Она, наверное, мне очередь заняла Прошу прощения Можно? Конечно Ради бога, извините Да Артистам все можно, да? Лариска Так это же действительно ты А, так это на тебя очередь сделать Я к тебе присоседюсь Понятно Опять норовишь без очереди, да? Билетик взять Да, хочу билетик взять Такая прелесть Ты себе не изменяешь Ну а что, а тебе вот это все нравится, да? Конечно, нравится В наши дни очередь, да? Причем тут нравится или нравится? Я хочу попасть туда просто И все Ну я в половине пятого сюда приехала, между прочим В отличие от некоторых Я тебе так скажу Это прыжок Прекрасное прошлое Во-во Чисто машина времени Главное, я пять лет назад Здесь, в театре На 70-летие Табакову романс спел Думал, все Теперь буду здесь как свой Как себе домой А в результате вот Ну конечно Какой романс? Кто его помнит уже, господи? Ты вообще знаешь И вы вообще все знаете Что я Любимая певица Табакова И мою погоду в доме Он когда выпьет Всегда поет за столом Да угомонитесь вы Я то, я и все Да кто он такой вот ваш Табакова? Я его сделал Вот этими руками Это я Я эти сценарии писал Я эти картины снимал Да нет Я его породил Я его и... Ну и что, что породил? Да, да, да Я тебе говорю Я здесь Я здесь вам, Катя, репетировал Крачи Мы практически сделали Списказы Ну и что, что 5 миллионов Ну что И дай Давай Вот море молодых Оригинальных афиш Кричат Театр новый расцвел И ты билеты купишь Приходишь, сидишь И думаешь Зачем я пришел Афиши обещают Афиши зовут Про новое искусство Кричат Не стоит прогибаться Под изменчивый мир Уж лучше по привычке Вам как Коллегу Табакову Вам как И чтобы театром этим Всю жизнь управлять Себя ты должен В форме держать Сейчас так много Всяких Новомодных диет Но правда в том Что должен сам Тебя угадать Ответь, Олег Но в чем секрет Проходит года А ты у нас Такой молодец Не стоит прогибаться Под изменчивый мир Сказал Олег Жуя холодец Пельмени, водка И огурец Один мой друг Большой худрук Олег Табаков Всегда, везде И все успевал Он строил Жил, играл Любил И руководил Вот разве что На Марс Не летал Пока Олег, ответь Как все успеть Скажи В чем секрет Поведай эту тайну Не стоит прогибаться Под изменчивый мир И мир тебе Отплатят втройне А истина, конечно Вине В конце у каждой басни Должна быть мораль И смысл этой песни Такой Не стоит прогибаться Под изменчивый мир Проверена Олег Табаков Проверена Олег Табаков Проверена Олег Табаков Вот это получилось Лариса Долина Андрей Макаревич Александр Адабашьян Леонид Гермольник Олег Табаков Очень любил Красивых женщин Некрасивых он тоже любил Но красивых Ну почему-то больше Он часто думал Вот собрать бы всех женщин В один большой сарай Запереть А ключ чтобы был Только у меня Он даже к строителям ходил Узнавал Сколько может стоить Такой сарай А когда узнал Расстроился И решил И решил Хорошо Запру себя Только одну Женщину Но зато Какую Какую Его спрашивали Олег Какую А он Загадочно улыбался И говорил Кто от шпильки до булавки Кто от туфелек до шляпки Элегантный Элегантный Сама От меня Без ума И весьма Почтенный Режиссер Седой И актер Молодой Идеальной Леди Надо Чтоб Под ручку С нею Рядом Шел На зависть Подруг Идеальный Супруг И на все На свете Для меня Готов В общем Как табако Мэри Ах, Марина Мэри Ах, Марина Вы само Совершенство Вы само Совершенство От улыбки До жеста Знаем наверняка Ах, какое блаженство Ах, какое блаженство Знать, что я Совершенство Я же нахуд рука Мэри Ах, Марина Мэри Ах, Марина В жизни парень идеальной Не бывает дней печальных Не успела сказать, я прекрасная мать Нам послал всевышний к зависти друзей Идеальных детей Подрастает наша дочка Безупречная нет сыночка И охранники в ряд неподвижно стоят Мы в театр входим, честь ей отдают Леди, как вас зовут? Маша Наша Маша Маша Нету кражи Ее знают с пеленок, это чудо-ребенок Самый лучший ребенок, это наверняка Ее знают с пеленок, это чудо-ребенок Вам не просто ребенок, это дочь худрука Маша Наша Маша Маша Нету кражи Маша Марина Зудина и Маша Табакова Знаете, я могу сразу же сказать, я в этом театре 45 лет Страшно подумать, мы еще не родились И вот могу сказать, за сутки, это совершенно уникальное то, что артист, то, что редко Общественные деятели, это особое Но другие люди могут очень много рассказать То, как он человек, то, как он относится в театре, то, как он относится к людям, которые служат в театре Это совершенно неудачно, это никогда в этом театре так не было Он обожает все это Ну, я присоединяюсь к большинству, которые обернулся, что человек, то есть Олег Павлович, человек, который любит жизнь и любит жить Наверное, это самое главное От этого уже появятся все возможные крышки его деятельности Олег Табаков очень любил кино А особенно Жанна Поля Бельмондо Он даже ему однажды написал письмо Мол, люблю вас, Жанна Поля Не могу просто Фильмы ваши наизусть знаю Только ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос Вот я артист не хуже вас А если честно, то даже и лучше Так почему вас все знают, а меня не все? А Жан Поля ему и отвечает Уважаемый Олег Табаков Уверяю вас, меня знают далеко не все Меня знают только у нас и у вас А у них про меня даже не слышали Ваш ЖП Олег Табаков получил письмо В чем дело, товарищ? Я вас спрашиваю Мне этого не доставало, чтобы поквитаться с вами за все, что вы... Все думают только о том, как жить А зачем? Никто не хочет думать Олег Табаков Великий русский артист И это не преувеличение юбилея А это так Он исконний Русский человек Который прекрасно понимает Как всемирно отзывчиво русское театральное искусство Он прекрасно понимает, что Человек театров Если он хочет занять место в истории Не просто актер или режиссер А он созидатель За ним идут поколения Артистов, которые сегодня составляют славу Русской сцене, русского кинематографа Я вообще не знаю, зачем нужно так растрачивать себя Чтобы каждый раз, звоня, говорить Алло, Леня Это артист театра и кино от богов тебе звонит Мне это всегда кажется как избыточно У него бывает плохое настроение, он так не придуривается Но когда у него хорошее настроение, я совершенно не понимаю Зачем и так еще на нас растрачивать свой великий артистический тар Но он поскольку бездонен, то ему не жалко Олег Табаков очень любил театр, в котором работал Он был такой большой, красивый И все другие театры были большие И решил Олег сделать свой театр Маленький И еще он придумал, что для пущего веселья Театр будет не в доме, а под домом И артистов взял к себе Маленьких Ну чтобы они все туда влезли А когда его спрашивали Олег, почему у тебя такой театр маленький Он отвечал Потому что я не гордый И застенчиво убегал в подвал Олег Павлович, добрый вечер Сегодня замечательный праздник Сегодня многие хотят вас поздравить И среди поздравляющих вас, конечно же, и Табакерка Ваш родной театр, ваше детище, ваш дом Когда вам одиноко И грустно от чего-то И что-то охота понять Пойдите и найдите Седого звездочета Он рядом рукою подать На все вопросы в мире Есть у него ответы Прочел он три тысячи книг И выучил все небо Измерил все планеты И позволит вам взглянуть на них Там на большой высоте Страшно сказать В эмхоте Звезды висят Как будто Апельсины А между звезд Между звезд Задравший хвост Пышный хвост Там режиссеры Ходят Как павлины А на луне На луне Едет медведь На слоне Лунный медведь Голубенькие глазки Не замечая Не замечая Того Что все глядят На него И сам себе Вслух Читает сказки Он сам себе Вслух Читает сказки Олег Павлович Вы для нас Вы для нас огонек Вы для нас огонек На который мы всегда летим И у которого мы всегда можем согреться Мы вас очень любим И пожалуйста Не забывайте о нас А на луне На луне Во луне Лунные люди смотрят Глаз не сводят Как табаков Табаков Без лишних слов Лишних слов Чтобы продолжить Вечер В зал проходит Чтобы продолжить Вечер В зал поскорей проходит Артисты театра под руководством Олега Табакова Олег Табаков Очень любил Танцевать Ну просто очень любил Страсть как Но считал Что мужчине Танцевать неприлично Тем более на людях Запрется Бывало В комнате И давай прыгать Прыгает и думает Вот был бы я Женщиной Я бы так танцевал Так танцевал Смешнее всех А когда ему стучали В дверь И говорили Олег Ты там случайно Не танцуешь? Он отвечал Нет Что вы Я же мужчина А про себя решил Что однажды Он всех женщин Обучит этим Прыжкам Им-то Женщинам Можно? Дверьте двигаться будете Примерно в таком характере Я Два Три Зелуных Пожар покидали На весь свой берег родной Глаза у них звезды блистали И горький был ветер морской Та-та-та А теперь повторяйте со мной И Раз Два Три Еще раз Пожалуйста, возьмите в руки вместе со мной. 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 Канкан от актрис Московского художественного театра. Одна тайна. Щедрость души. Он невероятно щедрый душевный человек. Я полагаю, что главное свойство и уникальное качество Табакова – это его невероятная молодость. Вот абсолютная, совершенная молодость. Во всем. В душе, в поступках, в видении сегодняшнего дня, в юморе, в качестве юмора. Во всем. Он абсолютно молодой человек. Добрый вечер. Я очень волновался. Игорь помог по старой дружбе. Я на этой сцене не стоял. Ой, знаете, всенародная любовь проявляется по-разному. Есть артисты или были артисты, на которых люди смотрели и просто сразу начинали рыдать. Что бы они ни делали. Рыдают и все. Или выходил замечательный певец и сразу люди засыпали. Заканчивал петь, просыпались. Были люди, которые, что бы они ни делали, хохотали. Вот просто хохочут. Очень старался всю жизнь человек сделать, что это такое грустное, а все хохотали. А реакция на Олега Табакова, я вот наблюдаю ее. С детства улыбаются люди. Вот появляется человек на экране, и люди улыбаются. Даже в новостях. Говорят, что-то очень грустное, что-то очень неприятное. А люди стоят и улыбаются. Даже не слушают, что он говорит. Улыбаются. Я, когда некоторое время поработал под руководством Олега Табакова, думал, не буду улыбаться. Немножко времени прошло, опять улыбаюсь. Улыбаюсь все время. Вот такая реакция улыбка. Такая чудесная реакция. Вот это настоящее такое вот, может быть, наверное, самое желанное проявление любви. Еще я хочу вам сказать, у меня есть друг из детства. Вы его не знаете, а он вам очень благодарен. Он его страшно любит. Он врач-стоматолог из Кемерово. Его зовут Юра Табаков. У него жизнь сложилась благодаря этой фамилии. К нему лучше относились все. И когда какие-то пациенты записываются, у вас к кому-то там? К тому-то Табакову. Конечно, конечно. Конечно. И все терпит, вы понимаете? Терпит все. Спасибо. Евгений Гришковец. Олег Табаков очень любил учить. Так любил, ну просто ужас. Все учит и учит. И главное, никуда от него не спрятаться. Невозможно было. Обязательно найдет и начнет учить. А если кто-то от него убежать пытался, то Олег гнался за ним и в спину кричит. Стой, все ты не так делаешь. Ты даже бегаешь неправильно. Стой, я тебя научу, как бегать. И все ему говорили потом, Олег, отстань. Это просто неприлично уже. Ну что ты нас все время учишь? Что мы, дети, что ли? Но Олег от них не отставал. Хотя мысль про детей ему очень понравилась. Он даже ее в блокнот записал. И картину прорисовал. Табаков и дети. На этой картине сам он не очень был на себя похож. А вот дети получились. Прямо одно загляденье. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Театральный колледж Олега Табакова. Я поздравляю Олега Павловича Табакова. Я бесконечно благодарен ему за все, что он сделал для нашей страны. И в частности, я ему благодарен за то, что он позволил мне и моему коллеге Сергею Крыжову войти в этот великий театр в Амхат и сделать здесь спектакль «Конек-горбунок». Олег Павлович, будьте здоровы и несите свой талант, свой гений дальше и дальше и дальше на добро и удачу людям. Олег Табаков Олег Табаков очень любил сказки. А особенно ему нравилась сказка про маленькую лошадь, которая всем помогала. «Горбунок» называется. Он даже ее наизусть выучил и рассказывал с выражением так, что все думали, что это он ее сам придумал. Все слушали и говорили, «Олег, какой ты молодец, такую сказку складную сочинил». А он говорил, «Да, сочинил. Я талантливый». Хотя потом бывало ему немножко стыдно. Наш родной руководитель Горбунка большой любитель Между других великих дел Нам играть конька велел Он сказал, повелеваю Сам у вас царя сыграю Так сказал и был таков Раз прекрасный Табаков Мы тогда решили, ишь ты Как ему ты возразишь ты Президент страны И тот Тарбакову смотрит в рот Играть царя Как можно не хотеть Он был готов К высокому служению А после посмотрел Придется петь Да танцевать Разучивать движения Не лучше ли актеру Помоложе попадеть Вот этой мудрости Его благодаря Я получил тогда Свой шанс играть царя Играть царя Давно пора Играть царя Ура! Ура! Играть царя Играть царя Играть царя Солнце светит веселей Ветры дуют из полей А в Амхате Вот те на те Отмечают юбилей Телекамеры стоят Гости важные сидят И на сцену С одобрением И исключительным глядят Весь вам он Сегодня здесь Все в его Собрались честь Есть артисты И министры Царь и дворцы Тоже есть Между нами говорят Царь и дворцы Тут не зря А ведь в Амхате Вот те нате Табаков главней царя Юбиляру долгих лет Шлем ему Большой привет Дружным хором Все актеры Композитор и поэт Славься, славься, Табаков До скончания пивок Всем удачи И здоровья И Поменьше дураков О-о-о Алексей Кортнев, Сергей Чекрыжов И артист из пектакля Конёк-Горбунов Дорогой Олег Павлович Я хочу От всей души Поздравить вас С днём рождения Вашей энергией Вашему таланту Вашей кипучей деятельности Можно только позавидовать Поэтому Оставайтесь Всегда таким Какой вы есть И чтобы у вас И дальше были силы Тащить этот Огромный Огромный Вос Где мне слова отыскать? Чтобы смогли передать Всё то, что в сердце моём Всё, что творится при мысли о нём Пьётся моя голова Ищет напрасно слова И хоть могучи вели Их не находит мой русский язык И где же музыка та Чтобы в ней вся красота Чтобы в ней вся доброта Вся широта Где же музыка та? Но если очень искать Рук если не опускать То мы однажды найдём Вместе споём Эту песню о нём Ну и пока лучшие умы человечества Пытаются найти слова Которые могли бы вместить в себя Всего Олега Павловича Дорогой Олег Павлович Мы хотим сказать от себя Извините, знаете Простенько Зато от души I love you, Лёли Что мне ещё сказать? I love you, Лёли Точнее не передать С того, что значит Тобаков для меня I love you, Павлович Счастливых долгих лет I love you, Павлович И слов прекрасней нет Love you, Павлович Очень love you За то, что простый велик За то, что супер мужик За то, что времени нет Но успевает прочесть 100 газет За Тобакова отца За этот смех без конца За то, что может вернуть Жизнь не тебя Просто цветом лица За то, что он красота И за объём живота И за его аппетит Взглянешь, как ест И сам уже сыт Он всё решает за раз За миллионы гримас И я чуть-чуть подпою Его я люблю За зарплату свою Дорогие друзья, каждому из вас есть сказать, за что он любит Тобакова Внимание на экран Таб-караоке Поём всем вместе Я люблю you, Лёли Что мне ещё сказать Я люблю you, Лёли Точнее передать Того, что значит Тобакова для меня Я люблю you, Павлович Счастливых долгих лет Я люблю you, Павлович И слов прекрасней нет Люблю Павлович Очень люблю И я никак не пойму Кто объяснит, почему Вот ему семьдесят пять Но что тут скрывать Меня тянет к нему Сколько во взгляде огня И не хватает коня Вот ему семьдесят пять Но что тут скрывать Он наложит меня Но из каких же гвоздей Делают этих людей Вот ему семьдесят пять Но что тут скрывать Он с годами сильней Сколько всего позади Сто орденов на груди Вот ему семьдесят пять Но что тут скрывать Всё ещё впереди Пошли, Олег Павлович Караоке продолжается Все вместе Я люблю you, Лёли Что мне ещё сказать? Я люблю you, Лёли Точнее не передать Того, что значит Толоков для меня Я люблю you, Павлович Счастливых долгих лет Я люблю you, Павлович И слов прекрасней нет И слов прекрасней нет Love you, Павлович Очень love you, Павлович Очень love you, Павлович Спасибо, что пришли На самом деле спасибо В каком смысле момент действительно сентиментальный Трудно вырваться из, так сказать, этого Круга мыслей, воспоминаний И всего прочего Но, может быть, два слова всё-таки скажу Два чувства дивно близки нам В них обретает сердце пищу Любовь к родному пепелищу Любовь к отеческим гробам На этом зиждется от века По воле Бога самого Самостояние человека Залог величия его До новых встреч С вами, товарищи зрители! Аплодисменты